Спикеру. Недавно я познакомилась с этим спикером, не так давно, во всяком случае, как со многими другими спикерами, но тем не менее, за короткий период знакомства оценила, во-первых, активность этого человека, во-вторых, то, что активность распространяется на работу не только с клиентами, которые приходят к ней в центр, но и с людьми, которые ее окружают. Мне кажется, более бескорыстного человека, который готов делиться и постоянно об этом говорить, рассказывать, учить, передавать, отдавать информацию ценнейшую, но я в Сиди не встречала, чем Ирина Ботнарь, которая постоянно кипит энергией, которая постоянно что-то придумывает, которая буквально живет этим и чувствуется, что это делается без какого-то напряга дополнительного, ну, каких-то, понятно, что это стоит усилий, понятно, что это энергии, времени, личностного потенциала, но по виду это выглядит легко, беззаботно, как-то не тяжело, и, ну, меня это впечатляет. Крайне в этом человеке, может быть, вы тоже это оцените и увидите, насколько здорово она рассказывает о том, чем занимается. Я ее сейчас уже официально представляю, это руководитель языкового центра MyEnglish School в Одессе, Украина, основатель и тренер клуба для учителей английского языка WeTeachEnglish, автор многочисленных тренингов по методике преподавания английского языка и ведения образовательного процесса. Тема Ирины, как привлечь новых студентов в языковую школу с минимальным рекламным бюджетом. Я думаю, что это будет полезно не только языковым школам, естественно, да, если вы заметили, у нас много англичан, много языковых школ, и это не случайно, и не просто так мы это сделали. По моему мнению, вот я наблюдаю за языковыми школами, они применяют в различных сферах своей деятельности, ну, очень много передовых вещей, вещей, которые то ли свойственны тому, что они много общаются с многоязычными студентами, то ли это связано с общим каким-то местом их заряжают там, но они очень многие активные, очень многие деятельные, и тоже в конкурентной среде развиваются и применяют много чего. Поэтому Ирина Ботнер здесь, естественно, не исключение, а наоборот подтверждение этого. Ирина, вам слово. Здравствуйте. Елена, спасибо огромное вам за такое лестное представление, я аж прям это покрасила. Да, я действительно очень люблю делиться всем, чем только знаю, и надеюсь, что в этот раз пройдет у нас все легко и на позитиве. Сегодня у меня такая тема – это привлечение клиентов в языковые школы. «Звук трещит», говорят, да, что-то не так у нас со звуком. Коллеги, поставьте «хрипит», да, сейчас посмотрим. Так, а если без наушников, скажите мне, так лучше? Трещит? Так лучше, да, тогда? Да, отлично, все, я тогда буду без наушников, наверное, так будет лучше. Все, здорово. Елена, все хорошо у нас, да? Ну, все, хорошо. Я вижу, что если написали «if», это значит «да». Я тоже знаю. Итак, давайте я сейчас быстренько открою свою презентацию, и мы начнем, потому что времени у меня катастрофически мало, честно говоря. Для меня это большой челлендж – выступать всего лишь 40 минут. У меня обычно трансляции длятся дольше. Я надеюсь, что есть здесь люди, которые меня уже знают. Может быть, где-то мы пересекались с вами в просторах интернета, и не только в просторах интернета. А вот люди даже здороваются, пересматривают тренинги. Отлично, здорово. Я очень рада видеть знакомые имена. Но, тем не менее, скажу пару слов о себе для тех, кто меня пока еще не знает. Надеюсь, мы подружимся. Прежде всего, я преподаватель. Преподаватель до мозга своих костей. Обожаю свою работу. Очень сильно ее люблю. 20 лет этим занимаюсь, и все еще от этой работы не устала. Я также обладатель всяких международных квалификаций, кембриджских, селта, шмелта, все такое. Да, я директор английской школы в Одессе. Моя школа не очень большая, но меня очень устраивают ее размеры. Это 150-200 человек на данный момент. Это моя отдушина. Я работаю не только офлайн, то есть я занимаюсь не только своей школой. Большая часть моей деятельности, она сосредоточена в интернете. Я очень интенсивно и активно занимаюсь тем, что помогаю другим преподавателям быть хорошими преподавателями английского языка. Прежде всего, любить свою работу. Меня уже называют шуточный реаниматор английских преподавателей, которых я возвращаю в профессию после каких-то депрессий. Такое с нами случается, работа действительно тяжелая, но очень интересная. Обучаю новым методикам, помогаю всячески молодым преподавателям и сотрудничаю с опытными. У меня множество тренингов, все посвящены они методике преподавания, опять же, английского языка. И в том числе я являюсь автором большого тренинга, которым я горжусь очень. My English School Older, это был тренинг проведен для тех преподавателей, которые хотят открыть собственные курсы английского языка. Очень было много вопросов, запросов. Я организовала подобный тренинг, где выступило более 15 преподавателей, уже собственников своих школ и поделились своим опытом. Но об этом мы поговорим в конце чуть подробнее. Сейчас давайте перейдем к сути. И тема, которую мы заявляли, о которой меня попросили сегодня поговорить, это привлечение новых учеников, новых студентов в ваш языковой центр. Я думаю, что, глядя на всех серьезных спикеров, в одном ряду, с которыми я сегодня выступаю, спасибо Елене за такой прекрасный опыт, Я думаю, что моя презентация, мое выступление будет такое немножко менее академического характера. Я просто вам расскажу о том, что я поняла за 7 лет своей работы как управленца своей небольшой школы. И надеюсь, что особенно начинающим руководителям что-то будет полезное, что-то будет интересное. Если даже случится несколько каких-то просто инсайтов, о чем, может, вы не задумывались раньше, или наоборот, вы почувствуете, что да-да-да, я тоже так делаю, да-да-да, я тоже об этом думаю, я буду уже счастлива. Значит, уже не зря. Итак, друзья, на самом деле, когда я консультирую преподавателей, меня очень часто спрашивают, Ирина, скажите, когда вот тот самый the right moment, да, тот правильный момент, когда я могу решиться на то, чтобы открыть собственный центр языковой, да, или свои маленькие, но курсы английского языка. Вот я репетитор, вот у меня уже много учеников, но, может быть, это нужно делать в какой-то конкретный момент, вот не летом, а в сентябре, или сначала же нужно помещение, или надо учебники, программы. Что самое главное? Когда, вот как понять, что я уже готов, что вот можно попробовать? И я всегда говорю одно. Помещение, программы, это все, да, это все понятно. Вот, на мой взгляд, самое главное, это иметь уже какую-то маленькую, но базу своих клиентов. Вот, если хоть чуть-чуть чего-то есть, наработанного, то, в принципе, все остальное очень просто решается. Это очень многих преподавателей пугает. А где же я возьму? А как же я начну? А если ко мне никто не придет? А если уйдут те, которые есть? И так далее. Вот давайте об этом сегодня поговорим. Итак, у меня будет сегодня три такие, как бы, рекомендации, три совета. Мы поговорим о некоторых заблуждениях, которые возникают у пока еще неопытных руководителей. И первые, первые. Помогите клиентам о вас узнать. Вот так я сформулировала первую рекомендацию. Почему? Потому что очень часто новоиспеченные руководители, они же являются преподавателями. Чаще всего сами преподаватели открывают эти языковые центры. И они думают, что они вот очень хорошие преподаватели. У них суперметодика. Они суперспециалисты. Поэтому обязательно люди ко мне придут, потому что у меня очень качественный продукт. И этого, в принципе, достаточно. Но это не так. Это заблуждение. Потому что, каким бы вы замечательными преподавателями ни были, какие замечательные бы у вас уроки ни были, элементарно люди об этом могут не узнать. И ваша прямая обязанность, как уже руководителя, потому что преподаватель и руководитель – это абсолютно разные профессии. Предпринимательство – это абсолютно другая планета. Вы должны позаботиться о том, чтобы все люди, до которых вы можете дотянуться, узнали о том, какие вы классные. И вот каждый раз, когда вы будете думать о том, как же мне привлечь новых клиентов, задавайтесь вот этим вопросом. Что мне сделать, чтобы людям, которым я нужна, облегчить эту задачу найти меня? Найти меня такую распрекрасную. Потому что по-другому сегодня никак. Как же это сделать? Возникает вопрос. Начнем с самого обыденного, самого стандартного. Вы все об этом знаете, но тем не менее я упомяну. То, что касается меня. Конечно же, существует так называемая наружная реклама, которую я тоже пользуюсь. Это билборды, которые у нас в городе Одесса очень популярны. Это могут быть флайеры. Флайерами не пользуюсь. Сразу говорю, у нас это не работает. Афиши, общественный транспорт. Да, у нас там в маршрутках, в автобусах есть специальные такие стенды. Лифты в домах, высотках, которые находятся неподалеку от моего центра офиса. Это видеоролики в Макдональдсах. Это видеоролики в кинотеатрах. И тут на консультациях особенно и на тренингах меня очень часто спрашивают. Ирина, как вы делаете рекламу? Расскажите. И я всегда говорю, что я-то могу рассказать. Вот, пожалуйста, все мои варианты такой наземной, наружной рекламы. Но дело в том, что мы живем в разных городах, мы живем в разных странах. И в наших городах и в наших странах быт сложен как-то по-своему. Люди живут по каким-то своим правилам. В каких-то городах, может быть, до сих пор пользуются газетами. Где-то уже только интернетом. Поэтому я всегда говорю, не смотрите на меня. Не делайте то, что делаю я. Да, вы, конечно, можете пробовать, но это не есть формула на все случаи жизни. И именно, может быть, к вашему городу, к той ситуации, где вы живете, вот среди тех людей, где вы находитесь, может быть, это не сработает. Как же понять, а что сработает в моем случае? Потому что я даже помню, недавно я консультировала одного молодого руководителя. И я сказала, что у меня не работают флайеры. У меня не работают вот эти вот, знаете, листовочки, которые расклеиваются прямо в подъездах, там, на специальных таких досках. А она сказала, что у нее все это замечательно сработало. Правильно, потому что в ее городке небольшом это так работает. Это хороший канал. В моем случае нет. Как же понять, что работает, а что не работает, если Ирина Ботнарь вам подсказать не может? Как делала я? Я начинала очень внимательно отслеживать работу своих конкурентов. Я просто ходила по улицам и обращала внимание, где появляется их реклама. Потому что, небось, они-то уже потратили деньги, все протестировали, поняли, разобрались в этой теме, а мне остается теперь следовать. Поэтому вот такой вот совет. Научитесь очень внимательно наблюдать за так называемыми конкурентами, и у них учиться нужно. Наблюдательность – это первый ваш помощник. Раскрываем глаза, думаем о своем клиенте, думаем о том, где мой клиент находится, куда он смотрит. Например, в Макдональдсах у нас очень много моих клиентов, в кинотеатрах и так далее. То есть подумайте о своем городе, как это происходит у вас. Так. Ошибки. Ошибки. Если мы говорим о такого рода рекламе, на какие грабли я в свое время наступила? И хочу вас вот об этом сейчас предупредить. Значит, первое. В первое время я ужасно неправильно оформляла всю свою печатную рекламу. Это было просто ужасно. То есть я сейчас не буду долго говорить о том, что такое неправильное оформление печатной рекламы. Это начиная от гаммы цветов, когда перегруженность рисунков идет, когда неправильно сформулирован текст, когда нет призыва, когда нет дедлайнов, каких-то скидок, которые вы указываете. Это все очень такая большая тема. Я очень вам рекомендую, может быть, пройти какие-то тренинги, послушать опытных людей. Там есть очень много нюансов, которые нужно учитывать, когда вы составляете какой-то leaflet, какой-то там, какой-то постер, какие-то афиши делаете, да, как правильно. Особенно вот такая вот распространенная ошибка, это когда все хотят как-то так сформулировать название там школы или чего-то, очень замудренно, очень, главное, вот красиво, полет мысли, фантазии. Так стараются, стараются. На самом деле это огромная ошибка, потому что формулировки должны быть очень простые, очень понятные. Запомните о том, что ваш клиент очень ленив, особенно сегодняшний наш потенциальный клиент очень ленив. Он должен глянуть на вот этот печатный ваш рекламный лист и понять о том, кто вы и что вы предлагаете буквально за первые 2-3 секунды. То есть чем ближе к телу, тем лучше, чем понятнее, тем лучше. То есть на моих печатных рекламных постерах написано курсы английского языка. My English School, новый набор, буквально несколько буллетов, какие мы там распрекрасные, и звоните прямо сейчас. И жирным шрифтом, два телефона, куда можно обращаться. Все. Хорошо. Следующая ошибка, которую я когда-то допустила, и хочу вас о ней предупредить, это использование одного канала рекламы. Дело в том, что я долгое время пробовала, то сначала я делала, допустим, только лифты, то в следующий раз я давала рекламу в общественном транспорте, потом я попробовала одно, потом попробовала другое. С одной стороны, это удобно для того, чтобы протестировать, как работает именно эта реклама. Но с другой стороны, потом умные люди мне подсказали, они сказали, что ты должна запустить несколько каналов сразу, для того, чтобы твой потенциальный клиент, например, едет в маршрутке, видит твое рекламное объявление с твоим логотипом, с твоими цветами и так далее. Он кинул взгляд и не заострился особо, но уже заприметил. Он вышел с маршрутки, перед ним афиша, огромная афиша, с той же картинкой, в тех же цветах, с тем же призывом. Он говорит, о, где-то я это уже видел. А, ну да, это было в маршрутке. Дальше, он идет дальше, он заходит в Макдональдс, он жует свой гамбургер и слышит, видит то же самое. И вот так со всех сторон несколько касаний, умные люди говорят, семь раз, для того, чтобы на вас реально обратили внимание. Поэтому вот такой совет. Если вы чувствуете, что у вас что-то не работает, может быть, вы используете только один канал. Если же вы понимаете, что этот один канал прекрасно работает, отлично. Это тоже хорошо. Главное, чтобы был результат. Но в моем случае мне нужно это делать с нескольких сторон сразу. И еще одна ошибка, это очень часто мы заказываем рекламу, мы туда вливаем много денег, но не делаем никакого анализа. А что принес, что, сколько клиентов пришли именно через эту рекламу, через ту рекламу? Оправдали ли вложение, вложение себя в этой конкретной ситуации. Поэтому обязательно нужно следить, откуда приходят вам клиенты, делать выводы и, естественно, потом вливать туда больше денег, чем, может быть, другие каналы, которые не очень себя хорошо показали. Как это можно делать? элементарно и очень просто, хотя бы на первых порах. В моем случае, когда новые клиенты у нас заполняют форму, там есть такой, как бы, пунктик. отметьте, каким образом, да, вы о нас услышали, узнали, и мы перечисляем там все каналы рекламы на тот момент, когда клиент к нам обратился, и он выбирает. После этого мы по этим анкетам можем видеть картину, да, что все-таки лучше в этом году сработало. И, значит, туда мы будем видеть. Вот, про анкетирование я уже сказала, про... Так, да, все, двигаемся дальше. Ну, конечно же, интернет-реклама. Обожаю интернет-рекламу, потому что это быстро, это в точку, а главное правильно понимать, как с этим работать. Не зря говорят, что если вас нет в интернете, значит, вас нет нигде. Поэтому позаботьтесь, пожалуйста, о том, чтобы вы присутствовали в интернете. Как? Ну, естественно, желательно иметь свой сайт или хотя бы какой-то лендинг-пейдж, да, одностраничный сайт. Сегодня это не проблема, сегодня можно заказать, можно сделать недорого, но у вас должна быть некая визитка в интернете. Я сейчас объясню, для чего этот сайт нужен. Конечно, вы сейчас скажете, но сайт нужно продвигать, нужно нанимать людей, надо делать SEO, оптимизацию, для того, чтобы мой сайт выступал в топах. Да-да-да-да-да-да, это все нужно делать, но это стоит больших денег, особенно наша тема курса английского языка очень конкурентна в поисковиках, поэтому туда нужно будет выбрасывать очень много денег. я пошла другим способом. Я этого не делаю, но мой сайт прекрасно работает, выполняет свои функции. Как я это делаю? Я это делаю за счет сторонних сайтов. Что это значит? Это значит, что я нашла все самые топовые сайты, каталоги, порталы, где, которые как бы служат, да, неким справочником для людей, которые ищут какие-то курсы, они вбивают курсы английского языка и сразу выскакивают мощные, огромные каталоги, порталы, где работает огромное количество людей, которые занимаются оптимизацией, которые вливают туда деньги, и они как бы рекламируют, да, в своих топах, они рекламируют те курсы, которые, конечно же, проплачивают эту рекламу, но это на самом деле не очень дорого, поэтому на всех самых крупных вот таких вот порталах, которые работают в Одессе, в Украине, у меня размещены сведения о моей школе и проплачены первые топовые места, потому что, вы сами понимаете, если я буду находиться на нацтой странице, никто до меня не доберется, хотя это можно сделать бесплатно, но в этом случае вас практически будет невозможно найти, и таким образом люди, когда ищут курс английского языка в Одессе, они, естественно, сразу попадают на эти мощные порталы, и, конечно же, там они находят на первой же странице они находят информацию обо мне, там у меня есть ссылочка на мой сайт, и они могут перейти по этой ссылке, она кликабельна, потому что реклама оплачена, и тогда на моем сайте уже происходит дальнейшее, более подробное знакомство, там, где есть мои видео, там, где я говорю, и пошла-пошла работать воронка, до тех пор, пока человек не позвонит, и уже мы работаем с клиентом дальше. Конечно же, соцсети, конечно же, соцсети, обязательно, контакт, фейсбук, инстаграм, сумасшедший сегодня, просто сайт, который рекламирует все, что угодно, и очень быстро раскручивается, очень вам рекомендую, но, опять-таки, дорогие мои друзья, многие мне жалуются, что ничего не работает, все это ерунда, надо знать, как работать соцсетями. Это большая тема, пройдите какие-то курсы, послушайте тех, кто умеет это делать. Это не просто накидать картинок, а написать о том, чем мы сегодня на уроке занимались, какие мы классные. Нет, нет, нет. Даже допускается такая огроменная ошибка, вот, если вы, например, репетитор, который ищет новых учеников, обратите внимание, что у вас написано в статусе, если это ВКонтакте, например, и я у коллег своих почему-то везде замечаю, что написаны какие-то крылатые выражения, какие-то философские изречения или еще лучше что-то на английском, какая-то цитата умного человека. Для кого вы это пишете? Я еще раз вам говорю, сделайте все, чтобы вас было максимально легко вашему клиенту найти. Напишите репетитор английского языка, звоните, номер телефона такой-то, чтобы человек сразу понимал, куда он попал. Ну, продолжим. Опять же, это отдельная тема, да, вот это вот все, я вам демонстрирую свои соцсети, как они оформлены в одном и том же стиле, и опять же, все дороги ведут к сайту моему, все дороги на сайт. Так, 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 конечно же, YouTube, YouTube канал, я всегда говорю и кричу, что записывайте ролики, записывайте какие-то видео, видеоуроки, покажите людям себя, покажите, какая вы классная, покажите, как вы работаете, дайте полезную информацию вашим потенциальным ученикам, и они обязательно будут смотреть, YouTube это вообще очень мощный канал, для меня это огромный источник трафика, как это правильно называется, да, вот не пренебрегайте, это на самом деле делается очень просто, сегодня можно просто на телефон все это записать, выложить, и вас влюбляются, вам звонят, пишут и просятся к вам на уроки. Второй момент это партнерство, партнерство, мы очень часто недооцениваем, сколько вокруг нас есть вариантов партнерства, быстро скажу, что в моем случае значит партнерство, что делаю я, я делаю вот такие вот флэрочки, где написано информация обо мне, вернее, о моих курсах, адрес, звоните прямо сейчас, акция, дедлайны, и, если вы видите, сбоку оставлено такое свободное место, сейчас объясню, для чего. Значит, мой парикмахер, который работает недалеко от моей школы, стоматолог, к которому я хожу, и мой ребенок ходит, тоже находится рядом с нашей школой, у меня вообще все рядом со школой, а центры раннего развития, они находятся прямо в одном и том же помещении с нами, очень там у нас много, есть танцы, есть фитнес-клубы, у нас там большое административное такое помещение, и там очень-очень много всяких разных кружков, школы рисования и так далее. Вот я им всем предлагаю вот эти вот мои листочки и говорю, что вашим клиентам вот такой подарок, а они, в свою очередь, дают мне свою рекламу, и мы тоже предлагаем. Вот в этих пробелах я пишу либо название компании, либо название этого человека, парикмахера, и когда этот клиент приходит ко мне вот с этим флайером, я вижу, что там написано на этом флоре, от кого он получил этот флайер, то я понимаю, где, что лучше сработало, от кого пришли какие люди, и если хотите, вы можете просто элементарно договориться, как я договорилась со школьным учителем, о том, что за каждого ученика вы будете получать там какую-то сумму денег. И им хорошо, и мне хорошо, и они радуют своих клиентов какими-то подарками, да, потому что здесь минус 50% скидки и все так далее. То есть договаривайтесь, договаривайтесь о возможности вокруг вас, подумайте об этом и обязательно договаривайтесь. Вы их, они вас рекламируют. очень удобно и выгодно. Хочу сказать пару слов о том, что школы, государственные школы, это просто кладень, да, наших потенциальных учеников, это наши школьники, младшая школа, может быть, садики. Как туда попасть и как заполучить оттуда учеников? Я знаю, не понаслышке, что в школах обязательно проводятся, например, недели английского языка, да, вот недели английского языка. Учителя, на самом деле, бедные, они, извините за жаргон, они в полной запаре от того, что им делать, как им делать, какие мероприятия организовать, начальство требует, эти ученики ничего не хотят делать. И если в такой момент появляетесь вы и предлагаете провести вот в разрезе, например, этого мероприятия или, может быть, в качестве классного часа, например, какой-то интересный квест на английском языке или еще что-то, какие-то викторины, все что угодно, я думаю, что вам не откажут. И, конечно же, когда вы это сделаете, вы сможете прорекламировать прорекламировать свои курсы, вы сможете в качестве подарков, кто победит, да, в этом квесте, подарить какие-то скидки, а, может быть, какие-то штуки бесплатности. Тут уже надо пофантазировать и им хорошо, и опять, и вам же хорошо, да, вот на стыке интереса. Я думаю, что можно договориться с преподавателями, можно даже договориться с директором. В любом случае нужно пробовать. И вот на этом слайде я даже хочу вам порекомендовать, если вам нужен интересный материал, вот Екатерина Симонова, мы с ней тоже сотрудничаем, очень интересный преподаватель, тоже руководитель своей школы. Она прям вот предлагает готовые сценарии, вот пиратский квест, например, где все-все-все, все материалы даны, все-все-все. Вы можете вот найти ее в ВК, вот English Teachers Union, да, и посмотрите, что она предлагает, берите, пробуйте, используйте, и я уверена, что вы сможете там в школах таким образом себя прореклонировать. Все это договаривается и обговаривается. Обговаривается. Ну, и третий, как бы, момент, самый мой любимый, самый, обожаю, ну, это чисто по-одесски, знаете, вот обожаю то, что не стоит никаких денег. Я всегда говорю о том, что иногда мы слишком, слишком сильно зацикливаемся, не поболюсь этого слова, на поиске новых клиентов. Мы постоянно говорим, как найти новых клиентов, как ищем-ищем новых клиентов, привлечения новых клиентов, новых, новых, новых. Дорогие мои друзья, это все хорошо. Новые это, это замечательно. Новые потоки нам нужны. Но, если вы будете, во-первых, беречь, любить, лелеять и заботиться о ваших старых клиентах, они вам обязательно сгенерируют новых клиентов. То есть, нельзя забывать о том, что старые клиенты, они могут очень-очень здорово помочь нам в том, чтобы пополнить ряды учеников в своей школе. Вот как это сделать, причем абсолютно бесплатно, я вам сейчас расскажу. Это мои фишки, которыми я делюсь с вами сегодня вот просто так. Что это такое? Ну, во-первых, во-первых, я более чем уверена, что вы проводите какие-то праздники, какие-то интересные мастер-классы со своими же учениками, да, какие-то тематические уроки, там, например, День Святого Валентина, Хэллоуин, Хрисмас, еще что-то, да, мы в любом случае это все делаем, мы это все организуем. Так вот, когда мы это делаем, мы обязательно предлагаем нашим ученикам привести своих друзей тоже на эти мероприятия. Это очень-очень важно, потому что, когда человек попадает в хорошую компанию, когда он уже с вами познакомился, он обязательно в какой-то момент станет вашим клиентом, как только у него появится потребность, да, запрос такой, так, мне нужен английский, и куда мне пойти бы его там подтянуть, уверяю вас, он будет знать, куда ему пойти, потому что он уже с вами знаком, потому что он был на каком-то вашем мероприятии, там, со своей девушкой, вы сейчас видите на фото, это мои студентки, вот их парни пришли, и у нас масленица, у нас был еще приглашен один нейтив, мы ему рассказывали на английском языке все про масленицу, было очень здорово, и буквально через некоторое время, вот эти же парни, уже не встречаясь с этими девушками, по каким-то причинам они расстались, но они пришли ко мне и занимались английским языком, потому что они уходили в море, им нужно было срочно подтягивать свой уровень английского, то есть вот это Хэллоуин, мы приглашаем детей и их друзей, то есть мы всегда приглашаем друзей наших клиентов, которые потом с удовольствием приходят к нам учиться, это чисто человеческий фактор, вот надо приблизить их к себе, надо вот как-то... очень действенные мастер-классы с родителями, то есть мы очень часто... нет, не часто, один раз в год, каждый год, в конце наших курсов мы обязательно делаем открытые уроки для родителей, демонстрируем им результаты их детей на этом открытом уроке, показываем, чему мы научились, и, конечно же, предлагаем привезти еще каких-то знакомых, посмотреть, если есть такое желание, и, конечно же, сразу же, вот пока они под впечатлением увиденного, предлагаем оплатить следующие курсы, предлагаем какие-то скидки интересные, предлагаем какие-то варианты, что вот вы можете, например, сегодня зарезервировать место еще для кого-то, и потом тот кто-то получит от вас вашу именную скидку и так далее, и так далее. То есть главное делать это тогда, когда люди на подъеме эмоциональном, после этого урока, после того, как они вот счастливы были увидеть там своего ребенка, какой он молодец и какие учителя молодцы, потому что тут ошибка допускается многих преподавателей, что они забывают, вернее, руководители и преподаватели, они забывают о том, что клиенты наши на самом деле не дети. Нет, детей мы обучаем, клиенты это их родители, и поэтому родителям надо показывать, чем мы занимаемся за дверями этой аудитории, да, и показывать, и потом они будут рассказывать своим знакомым, и это будет все распространяться. Сарафанное радио никто не отменял. Ну вот это у нас 10-го Валентина, ну и напоследок, мое время уже подходит к концу, самый такой вкусный момент, самая моя любимая, такая одна из техник рекламных, обожаю, работает всегда на ура, на какой-то праздник, в моем случае это День Святого Валентина, я делаю вот такие сертификаты подарочные. Почему на День Святого Валентина? Потому что это февраль, потому что это как раз, когда идет спад такой небольшой, да, среди клиентов, но после Нового Года люди сразу себе пишут Resolutions, все, Новый Год, начиная с чистого листа, конечно же, иду в спортзал, сажусь на диету и буду учить английский язык. И вот тут появляемся мы с этим предложением. То есть все заключается в чем? Все мои ученики получают вот такие сертификаты, которые говорят о том, что они могут подарить этот сертификат в качестве подарка, да, вот к этому празднику, и их друзья, знакомые, родственники могут у нас поучиться месяц абсолютно, абсолютно бесплатно. То есть у нас процесс идет как идет, мы работаем как и работаем, и плюс к нам приходят какие-то еще новые люди. Моя практика показывает, что людей приходит много и 50% остаются и продолжают заниматься дальше. Тут важно дать достаточно большой период вот этого бесплатного обучения, вот месяц, это как раз то время, когда, во-первых, человек соблазняется на это предложение, два-три урока не сработает, за месяц человек втягивается в процесс, за месяц человек знакомится, заводит друзей, привыкает к преподавателю, привыкает к новым методам, оценивает по достоинству все, что здесь происходит, и он не хочет никуда уходить. Очень классный способ, потому что он абсолютно не стоит никаких денег, более того, ваши же старые клиенты работают на вас, и вы бы видели, как они бегают с этими сертификатами в поисках, кому бы их вручить, надо же пристроить, и они очень рады тому, что у них появляется, у ваших старых клиентов появляется такое преимущество, что ли, да, что смотри, я там учусь, и тебе тоже даю такую возможность. Попробуйте, я думаю, что вы будете тоже так же довольны, как и я. Все, мои 40 минут истекли, поэтому я буду заканчивать. Если вы хотите продолжить общение, вам в поисковике нужно забить просто we teach English. Вы можете ответить на один вопрос. У меня есть 5 минут? Вы можете ответить на один вопрос. Давайте. Какой? Я в чат не смотрела, потому что... Да, 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 да. Может ли... Да, может ли этим сертификатом воспользоваться ученик-школы для себя лично? Нет, я об этом говорю. Вы можете подумать, что это будет как-то, ну, нелогично. Нет, это сразу условие, это подарок, и люди, в принципе, понимают, что это некая реклама, но никто не обижается, все рады, все счастливы. Более того, за счет того, что мы это повторяем ежегодно, люди уже ждут, они уже готовятся, они уже своим знакомым говорят, подожди, сейчас будет день Святого Валентина, я получу сертификат, и ты придешь. Они уже там готовят всех. Да, поэтому попробуйте, оно ничего не стоит. Конечно, бесплатно раздаю сертификаты, как же, это же моя реклама. Как же мне брать деньги за них? А вы их просто раздаете. Ну, да, моим ученикам, моим собственным ученикам, уже имеющимся, я им раздаю, говорю, вот вы можете сделать подарок всем своим друзьям, знакомым, пусть приходят, пусть попробуют у нас поучить. А на этот бесплатный месяц они приходят в начале года? Нет, они приходят в любой момент. На самом сертификате четко указывается, что вы можете отучиться 8 занятий, и этот сертификат действует до такого-то числа, им можно воспользоваться до 20 какого-то там у меня марта, и начинает работать сертификат с того момента, когда человек пришел и отдал этот сертификат администратору, и администратор его зафиксировал, да, что человек пришел такого-то числа. В течение месяца он может ходить. Месяц закончился, все, принимайте решение. Но это вы уже сами должны продумать условия. Не знаю, там презентация, если будет, посмотрите на мой. Там текст написан, сможете сделать что-то подобное. Для них же новый... Нет, для них... Вот это тоже большое заблуждение. Ой, для них же новый курс нужен. Нет. Потому что вы тестируете быстренько человека, определяете его. И если к вам новый приходит посреди года, вы что ему говорите? Ждите следующего сентября? До свидания, мой клиент. Идите к конкурентам? Нет, конечно. Вы его тестируете и что? И включаете его в работающую группу. Выбросите вот этот вот перфекционизм дурацкий. Вот это тем, чем отличается специалист от руководителя предпринимателя. Потому что специалист переживает, что надо сначала, с чистого листа. Он же там S в Present Simple не везде ставит. Ай-яй-яй. А предприниматель сидит и думает, в какой группе у меня есть еще свободные места, куда бы я могла его. Так, чтобы ребенок втягивается в любом случае. Для этого есть ваши умные специалисты, которые вовлекут. И ребенок очень даже хорошо за месяц адаптируется и занимается дальше. Никаких новых курсов. Берем пока тепленький. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова